Телеканал КРТ представляет Все это происходит на фоне гуманитарной катастрофы. Из-за вооруженного конфликта, продолжающегося уже пятый год, в стране, по данным ООН, голодают 70% населения или около 20 миллионов человек. Более 2,5 миллионов йеменцев переболели холерой. Но неудачная война подорвала моральный дух антихусидской коалиции. Так, например, Объединенные Арабские Эмираты в феврале этого года полностью вывели свои войска из Йемена. В 20-х числах марта йеменские повстанцы, активно используя боевые дроны и ракеты, взяли город Эль-Хазм и вышли главным нефтяным и газовым месторождением страны в провинции Мариб. Город Эль-Хазм своеобразные ворота из горной части страны в равнин. В случае захвата нефтегазовых месторождений, хусиды могут полностью подорвать экономическую базу формального руководства страны. Это еще больше увеличит расходы Эр-Риада на участие во внутриеменском конфликте. Однако войска Саудовской Аравии оказали минимальную поддержку своим марионеткам в боях за Эль-Хазм. Похоже, Эр-Риад готов к выходу из конфликта, тем более, что время от времени хусиды атакуют дронами и ракетами объекты добычи, переработки и транспортировки саудовской нефти. Иногда боевые группы хусидов торгаются на территорию Саудовской Аравии и обстреливают ее объекты инфраструктуры баллистическими и крылатыми ракетами. Военно-морские силы США пытаются заблокировать морские поставки хусидам военной помощи со стороны Ирана, но полностью перекрыть каналы снабжения оружием не удается. В СМИ имеется информация о переговорах Эр-Риада с повстанцами при посредничестве ООН. Вторая подзабытая война – это затяжной гражданский конфликт в Ливии, где при покровительстве внешних игроков ведут бои войска, подчиняющиеся международно признанному правительству Ливии, с войсками верными международно признанному парламенту Ливии. Сегодня с места боевых действий приходит противоречивая информация. Так, согласно турецкому агентству Анадалу, 13 апреля войска правительства национального согласия перешли в контрнаступление в районе Триполи, отбросив войска халифы Хафтера от столицы. Цитата. «Правительственные силы сообщили, что территория площадью около 3000 квадратных километров к западу от столицы Триполи была отвоевана у лидера незаконных вооруженных формирований на востоке страны халифы Хафтера». Конец цитаты. В ходе операции «Буря мира» правительственными войсками были захвачены 6 бронеавтомобилей и 10 танков, поставленных из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако The New York Times зачем-то разгоняет зраду в свежей статье «Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия». Цитата. «Россия действовала с холодным цинизмом, пользуясь тем, что администрация Трампа на протяжении трех лет не делала никаких внешних заявлений. В Ливии Россия стала ключевым влиятельным игроком, получив геополитический приз с огромными энергетическими ресурсами и стратегически выгодным месторасположением на Средиземном море». Конец цитаты. Однако самым интересным моментом является признание того, что именно Вашингтон дал добро на последний штурм Триполи, продолжающийся уже год. Цитата. «Состоявшийся весной прошлого года телефонный разговор Болтона с Хафтером пришелся на критический момент. Хотя приближались мирные переговоры, Хафтер перебросил свои войска в стратегически важный город Оазис к югу от Триполи и был готов начать внезапный штурм столицы. По словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации, когда Хафтер попросил разрешения, Болтон ответил «желтый свет, не зеленый или красный, то есть не да, не нет». Однако три западных дипломата, знавшие о телефонном разговоре от самого Хафтера и от высокопоставленных американских чиновников, сочли действия Болтона не столь двусмысленными. Как заявили все три дипломата, он сказал Хафтеру «Если вы собираетесь атаковать, сделайте это быстро». Конец. Цитаты. Ну и продолжаются боевые действия в Сирии. 11 апреля протурецкие силы атаковали уже давно мирную провинцию Рака. 12 апреля здесь был убит полевой командир курдских сирийских демократических сил Мухаммад Хусейн Аль-Канас. На севере провинции Алепа продолжаются столкновения на линии разграничения. Протурецкие вооруженные группировки из сирийской национальной армии обстреляли правительственные войска, а курдские боевики из сил освобождения Африна совершили рейд к турецким позициям в районе населенного пункта Шарава и обстреляли полевые укрепления противотанковыми управляемыми ракетами, убив троих и еще троих раненых. На сегодня численность турецких войск в провинции Идлиб достигла 20 тысяч человек. Одновременно США перебрасывает подкрепления из Алепа, колонны бронированных автомобилей, грузовики с боеприпасами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Американцы контролируют крупнейшие нефтяные поля к востоку от Еврата. Дополнительные силы вполне вероятно понадобились для обеспечения добычи черного золота. Согласно турецкому информационному агентству Анадалу, колонна российской военной техники вошла в провинцию Рака и направилась к населенному пункту Камышлы. Цитата. В настоящее время в провинции Хасака, Рака и Алепа, в районах Манбидж и Кобани, на оккупированных террористами рабочей партии Курдистана территориях, находится в общей сложности 18 российских военных баз и постов, где дислоцировано около 700 военных. Российские военные, которые стремительно наращивали свое присутствие к востоку от Еврата вперед, после операции «Источник мира», неоднократно пытались добраться до нефтяных месторождений Румейлана, но американские военные препятствовали этому. Конец цитаты. События на традиционной дуге нестабильности, протянувшиеся через весь Средний и Ближний Восток, через Левант до Магриба, мы обсудим с экспертом-международником Ильей Кусой. Давайте начнем с такого забытого конфликта в Йемене. В целом, можно ли сказать, что хуситы победили, при поддержке, разумеется, Ирана, победили антихуситскую коалицию во главе с Саудовской Аравией? Ну, война не выиграна ими, и у них ресурсов, чтобы выиграть конфликт военным способом, нет. То есть они все еще закрыты в своем анклаве на северо-западе Йемена. Продвигаться дальше, например, на юг, у них сил нет, и, насколько я могу судить с их заявлением, у них нет такой цели. Соответственно, сейчас, насколько я понимаю, они взяли курс на то, чтобы конвертировать свои последние успехи. Это усиление своего ракетного арсенала, который они часто демонстрируют, например, запуска ракет в сторону Риада и других стратегических объектов в Саудовской Аравии. Это военные успехи на Земле недавно в центральных провинциях. Это, в общем-то, некоторые проблемы, которые сейчас существуют в самой Саудовской Аравии и в отношениях между Саудовской Аравией и ее союзниками. Это все они хотят конвертировать в политические баллы и в усиление своей переговорной позиции. Для того, чтобы вытарагивать максимально приемлемые для себя условия мирного завершения конфликта, которого сейчас жаждет Саудовская Аравия. То есть все знают, что Саудовская Аравия хочет выйти из Йемена. Это, ну, по сути, они уже чуть ли не прямым текстом об этом говорят, когда призывают к мирным переговорам с хуситами. Вопрос только, на каких условиях они это сделают. Как удастся ли саудовцам это сделать, не потеряв лицо? И что попросят взамен хуситы? Потому что все понимают, что, по сути, это будет ключевое. Какую роль они будут играть в будущем, например, новом правительстве в Йемене? Так что можно говорить не о том, что они победили, а можно говорить о том, что сейчас инициатива в руках хуситов. Это правда. И они сейчас имеют шанс воспользоваться вот этой ситуацией в свою пользу. А вот воспользуются или нет, и это уже, конечно, другой вопрос. По Ливии вопрос. Вроде бы по данным турецких информационных агентств перешли силы Сараджа, силы, так сказать, правительственные, перешли в контрнаступление. Это перелом или частный фрагмент этой, так сказать, ну, если штурм Триполи, в общем-то, недавно год исполнился, как идет, так сказать. Поэтому туда-сюда это, в общем-то, продолжение топтания на подступах к Триполи. Ну, в принципе, я бы не назвал это большим переломом, потому что мы видели такие маневры за последний год. Но это существенное событие, конечно. Конечно, правительство национального согласия Триполи, силы которого совершили прорыв, то есть, по сути, они заняли большую часть прибережной зоны, это такая ответка генералу Хафтару за его взятие Сирта в конце прошлого года. Только это на другой стороне, с восточной стороны. То есть, это существенно, конечно, потому что, по сути, взяв эти территории, правительство национального согласия, во-первых, деблокировали пару своих анклавов, которые оставались в осаде. Они были отрезаны от всех, и теперь они соединили их сухопутным путем с Триполи, собственно. Во-вторых, они взяли границу с Тунисом КПП, через которое, там, огромное КПП, через которое, назовем это, отмываются разные деньги и всякие идут потоки контрабанды из Ливии в Ливию, что есть существенно важным, не только с точки зрения финансового интереса отдельных группировок, но и для доставки определенных грузов по суше. Ну и, конечно, это такой удар по ливийской национальной армии, которая сосредоточила все свои силы, насколько я понимаю, на востоке, на западе, на западной Триполитании. Они не сумели удержать оборону. Во многом успех этого предприятия был обусловлен активным участием в этом ливийских Амазикхов. Вот Высший Совет Амазикхов, который поддерживает Триполи, то есть правительство в Триполи, не Хаптара, они выступили по сути ядру этого наступления. Они имеют довольно интересную вообще историю в Ливии. В свое время они даже имели собственное государство. Были такие периоды. И я думаю, что их роль на стороне правительства, я не исключаю, что они ожидают, что если там правительство национального согласия победит, то сделая ставку на него, они надеются на какую-то автономию или широкие полномочия вот с точки зрения самоуправления. Потому что Амазикхи всегда были несколько обособленными. Благодарю Вас, Илья, за комментарий. Всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok